ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как же здорово понежиться на тёплом солнышке, да ещё рядом с морем. И это-то в середине декабря. Ну что-то я совсем расслабился, видимо, разнежился на тёплом солнышке. Пора переходить и к официальной части. Итак, начнём. Здравствуйте. Сегодня в программе «Наши тесты» на просторах Испании. Мы знакомимся с новым, хочу обратить ваше внимание, городским кроссоверам Kia Soul. Но не торопитесь бить в барабан и радоваться, что полноприводных автомобилей станет больше. На самом деле автомобиль переднеприводной. К кроссоверам его можно отнести лишь за счёт его довольно-таки приличного клиренса. Хотя пресс-релиз нам говорит о том, что здесь всего 165 миллиметров. Но если так посмотреть внимательно, кажется, что намного больше. Хотя к чему весь этот тюнинг в зоопарке? Полноприводная трансмиссия в городе не столь уж и важна. Гораздо интереснее в этом автомобиле дизайн. Концепт-кара этой машины Kia Soul был представлен в Детройте в 2006 году. И тогда он очень понравился публике. Приятно, что по пути к серийному производству этот пятиверный хэтчбэк, а так будет правильнее назвать этот автомобиль, не растерял своих интересных решений, которые были заложены дизайнерами именно в концепт. Здорово смотрятся и большие фары, и решётка радиатора с хромированной окантовкой. И вот эта вот чёрная накладка на бампер. Она очень, скажем так, веселит экстерьеры этого автомобиля. Причём, если посмотреть на Kia Soul, то он, в общем-то, будет сильно выделяться в потоке. Машина довольно-таки оригинальная. С элегантной, в общем-то, оригинальной передней частью автомобиля отлично вывязываются боковины Kia Soul с вот этими широкими колёсными арками и линией остекления, которая плавно поднимается к задней части автомобиля. Здорово, что и задняя часть автомобиля не выбивается из общего образа. Обратите внимание, какие интересные, такие большие фары вот здесь вот на стойках, причём прикрытые пластиковым плафоном. И ещё один момент. В погоне за дизайнерскими изысками инженеры не прогадали и угадали, в общем-то, с практичностью. Задняя дверь абсолютно квадратная, что позволяет, в общем-то, обеспечить довольно-таки приличный грузовой проём. Жалко, что багажник маловат, но по меркам городского автомобиля 222 литра, если грузить вот так вот по стёкла. В общем-то, не так уж и плохо. Есть сеточки, в которые можно положить какую-то снеть. И ещё подпольное пространство. Так что мелочёвку будет куда раскидать. Да и сумки из магазинов, я думаю, здесь будут храниться отлично. Говоря о практичности, нельзя не отметить и специальный выступ в двери, чтобы закрывать её не пачкой рук. В наших условиях это отличное решение. Ну что же, на первый взгляд всё довольно неплохо. Довольно стильный экстерьер. Давайте посмотрим, что ждёт нас внутри. А в салоне в глаза бросается обилие красного пластика. Жалко, что он жёсткий. Ну чего же хотеть от бюджетного автомобиля. Неплохо смотрится и вот эта центральная консоль, которая выступает к водителю. И три стакана с приборами. В общем-то, и рулевое колесо, обшитое кожей, тоже очень неплохо на внешний вид. И, в общем-то, довольно приятно ложится в руки. Единственный минус интерьера – это отсутствие встроенного монитора навигации. За границей ориентироваться в хитросплетениях, улочках довольно-таки сложно. Поэтому организаторы поставили в наш автомобиль вот такой вот переносной навигационный комплекс, который, в общем-то, глаз не радует. И, к сожалению, из общей линии интерьера выбивается. И всё же давайте отнесём отсутствие негации к таким незначительным мелочам и нюансам. Очень интересная фраза была в пресс-релизе. Производители утверждают, что этот автомобиль для тех, кто молот сердцем. Поэтому заводим и, собственно, в путь. Городской кроссовер. Как уже стало понятно, кроссовер вычёркиваем. Потому что даже, в общем-то, с лёгким бездорожьем переднеприводный автомобиль справится в состоянии, несмотря на то, что у него высокий клиренс. Хотя, пожалуй, наверное, клиренс спас нищий от ударов большими камнями. Поэтому, в принципе, по ровной грунтовке к дачному участку пробраться потихонечку можно. Ну, а раз кроссовер мы вычеркнули, значит, остаётся городской. Значит, теперь наш путь лежит в город. Здесь-то мы поймём, может ли Киасол правильно продвигаться на городских улицах и доставлять ли это вообще какое-нибудь удовольствие. Улочки здесь узкие. Дорожное покрытие, скажем так, не блещет. Асфальт местами потрескался. Есть выборенные волны асфальта. Ну, первое впечатление от подвески, в общем-то, вполне приятное. Машина комфортно проезжает через эти неровности. Хотя порой крупные выбойны досаждают и очень жёстко передаются на кузов. Это можно объяснить тем, что машина довольно-таки высокая. Поэтому, чтобы сохранить стабильность в поворотах и нивелировать раскачку кузова, инженеры были вынуждены поставить сюда довольно-таки плотные амортизаторы и довольно-таки жёсткие пружины. Надеюсь, что это решение хоть как-нибудь оправдает себя на трассе. Но об этом чуть позже, потому что до шоссе мы пока не добрались. Пока колесим по улицам города. К сожалению, неизвестно его название. Ну, какой-то обычный рядовой испанский городишко. 15 домов, 2 магазина, лавка с сувенирами. Вообще, что здесь делают люди, совершенно непонятно. Потому что вроде бы рабочий день, будни, сейчас и масса съеста, в общем-то, не знаю, отменена или нет. Но, по всей видимости, скорее всего, нет. Потому что людей на улицах нет. Одни припаркованные автомобили. Возле магазинов встретить тоже никого нам не удаётся. Практически всё то ли закрыто, то ли не работает. Очень интересно живёт этот город. Как и чем, совершенно непонятно. Ну, давайте вернёмся к ощущениям от Kia Soul на городских улицах. Радует габарит этого автомобиля. Он не очень широкий. При этом посадка довольно-таки высокая, поэтому видно далеко. С обзорностью здесь, в общем-то, никаких проблем. Кстати, зеркала боковые очень даже неплохо устроены. Потому что их размер позволяет неплохо ориентироваться в том, что происходит за автомобилем. А что же силовой агрегат? Как он проявляет себя в городской черте? Немножко не хватает тяги на низах, поэтому при старте приходится подгазовывать, чтобы не уткнуться в такой небольшой провал. Хотя, в общем-то, к этому быстро привыкаешь и не испытываешь особого дискомфорта. Зато, наверное, при двигателе в 1600 кубов у Kia Soul достигается определённая экономичность. Ну вот, городская черта закончилась, и мы выбрались из города. Сейчас мы едем по шоссе. Наш путь лежит в Валенсию, в конечную точку нашего маршрута. Сразу первое впечатление от движения на более высоких скоростях, чем 40-50 км в час, как это принято в испанских городах. Во-первых, конечно, подрос уровень шума, но нельзя сказать, что он перевалил за какую-то планку и в салоне находиться некомфортно. Всё, в общем-то, приемлемо, так что двигаться на этом автомобиле с высокими скоростями, в общем-то, тоже можно. Хотя высоких скоростей тоже назвать нельзя. В местных дорогах разрешено движение со скоростью 90 км в час, у кого-то 120 км в час, и, тем не менее, конечно, это быстрее, чем в городе. Вот как раз начался участок, где можно двигаться со скоростью 120 км в час. Ну, что можно сказать. К сожалению, тяги 1600 кубового двигателя не хватает для нормальных обгонов. Поэтому, если, скажем, двигаетесь со скоростью 80-90 км на пятой передаче, то, чтобы хорошо и правильно ускориться, дабы безопасно обогнать движущийся с вами в одном направлении автомобиль, лучше переключаться на четвертую, а иногда даже и на третью передачу. Потому что даже на четвертой машина на низких оборотах не демонстрирует желание ускоряться. Ну, что же, с акустическим комфортом все в порядке. Силовой агрегат, повторюсь, не провоцирует на какую-то спортивную езду. Здесь, как бы, принцип скорее двигаться спокойно из точки А в точку Б. Что можно сказать о подвеске и о поведении автомобиля на хорошей дороге? К сожалению, тот небольшой участок, который удалось проехать с довольно-таки высокой скоростью, закончился. Мы попали в пробку перед Валенсией, поэтому теперь уплотняем... Вот, навигация нам подсказывает, что нужно уходить налево, поэтому теперь мы уплотняем своим автомобилем ряды испанцев, которые стремятся, окончив сиесток за городом, попасть на свои рабочие места в центре города. Итак, что же у нас с подвеской? Вот здесь-то как раз и оправдалось наличие довольно-таки жестких амортизаторов и пружин. На шоссе машина-таки довольно неплохо держит прямую, причем ее не пугают повороты средней и, в общем-то, плавной крутизны. Kia Soul неплохо держит траекторию, что, в общем-то, не может не радовать. Пробки, 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 сплошные пробки. Стоило ли выбираться за 3-9 земель, чтобы постоять в пробках? Какая разница, московский или испанский? В общем-то, практически разницы никакой. За исключением того, что за бортом 16 градусов, и вот рядом даже мотоциклисты совершенно спокойно ездят, не одеваясь в теплую синий одежду. Вот, навигатор нам подсказывает, что очень скоро мы достигнем нашей гостиницы. И все-таки вот впечатление от автомобиля, от Kia Soul после езды по вот этим вот таким довольно-таки плотным пробкам, в которых, скорее всего, этот городской автомобиль проживет большую часть своей жизни. В общем-то, все удобно. Обзорность, как я говорил, в этом автомобиле, в новинке Kia Soul здесь неплохая. Поэтому можно смело ориентироваться вот в этом вот напряженном потоке. Механическая коробка передач, в общем-то, тоже не досаждает, потому что сама педаль сцепления довольно-таки выжимается практически без усилия. Хотя есть обратная связь, конечно же. Так что и в городе с механической коробкой передач никаких сложностей у водителя этого автомобиля не будет. Ну что же, вот мы добрались до нашей места дислокации, до нашей гостиницы с парковкой. Здесь очень-очень напряженно, поэтому приходится вот так вот, наверное, нарушая все, остановиться во втором ряду. Почему? Потому что автомобиль мы рассмотрели с точки зрения водителя. А как же будет в этом машине пассажиром? Давайте проверим. Ну что же, вот я в роли пассажира второго ряда сидений. Я думаю, все уже запомнили, рост у меня 176 сантиметров, поэтому, сидя сам за собой, как говорится, запаса пространства более чем достаточно. Перед коленями, наверное, сантиметров 10, над головой, в общем-то, тоже. Здесь, к сожалению, нет никаких откидных столиков, подстаканников, но, тем не менее, ощущения от второго ряда это не портит. Ну, а коль мы за границей, пойду, наверное, в магазин прикупить дефицитные джинсы. Шутка. На сегодня, наверное, это все. С Киосовым и познакомились. Осталось переставить машину на парковку и сдать ключи. Уже после съемок программы к нам в редакцию пришла, пожалуй, главная новость о цене протестированного автомобиля. Стоимость Киосов, по заверениям представителей компаний, будет лишь немногим выше известных всем моделей Киа Сид. Таким образом, можно предположить, что Киосов в России можно будет приобрести за 600-700 тысяч рублей. Киосов в России Киосов в России